здравствуйте уважаемые участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку вот и пришло время подвести итоги муниципального этапа и сегодня мы с вами поговорим о заданиях которые вам были предложены для решения и о том как вы эти задания выполняли и как можно выполнить эти задания лучше возможно типичное задание можно будет сделать в следующий раз намного успешнее начну я с того что расскажу о некоторых принципах и способах выполнения заданий и еще раз напомню вам о формате олимпиады и так некоторые общие замечания пожалуй основным недостатком выполнения заданий является тот факт что участники очень часто невнимательно читают задания задания это не только собственно вопрос к заданию но это и фон задания и те сведения которые сообщаются в условии внимательное чтение задания это чтение самого вопроса условия задания примеров которые даны к задания иногда задания бывают очень и очень объемные и прежде чем начать решать такое задание в принципе прежде чем начать решать любое задание надо внимательно прочитать его от начала и до конца и так внимательно читаем вопрос читаем условия и читаем примеры ключевые фразы выражения требования вероятно лучше отмечать если это вы письменно выполняете то подчеркивать но в общем то сейчас есть определенные сложности что задания решаются на компьютере и выделить необходимую главную информацию в задании не представляется возможным да увы это недостаток проведения олимпиады но тем не менее фокусировать свое внимание на черновике на самых главных вопросах того или иного задания необходимо с тем чтобы не забыть ответить именно на эти вопросы не забыть сравнить то или иное положение то или иное явление задание которое представляется важным я уже сказала что большинство заданий ну например так моему сожалению выполняются так же как и на школьном этапе на компьютере и большей частью эти задания носит тестовый характер если вы выполняете тестовое задание с вводом ответа или выбором варианта ответа надо быть конечно предельно внимательными особенно когда задание большое и когда есть условия например выписать слово в начальной форме или выписать слово именно в той форме которой оно употреблено в тексте или выписать слово в современной орфографии практически в каждом классе на этом этапе олимпиады были задания где надо было выписать слово именно в современной орфографии хотя она в тексте была записана в древнерусском варианте очень сложно на компьютере вставить символ вставить например букву ядь или юсы хотя в общем то такого не встречалось но в задании всегда написано выпишите слово в современной орфографии соответственно это вы и должны были сделать также есть оговорки что слово должно быть выписано два слова допустим вместе без знаков припинания или именно вот как в тексте та самая форма и эти условия конечно нужно выполнять при машинной обработки ваших ответов такие ответы не засчитываются если вы не выполнили условия задания и неправильно написали слова а тем более написали слово с орфографической ошибкой то такие слова такие ответы не засчитываются хотела обратить ваше внимание на то что муниципальный этап это только часть нашей олимпиады олимпиада состоит из четырех этапов всероссийская олимпиада школьников по русскому языку ну и по другим предметам тоже вы прошли школьный этап муниципальный этап впереди этап региональный и еще дальше впереди не могу сказать что большинство из вас у самых талантливых самых подготовленных впереди заключительный этап всероссийской олимпиады муниципальный этап это только часть олимпиады и мы конечно на каждом этапе в меру ваших сил по уровню вашей подготовки составляем задания ориентированное на заключительный этап задания в которых есть небольшие элементы того что встретится вам на региональном и заключительном этапах поэтому достаточно много заданий связанных с этимологией с историей языка с элементами догадки языковой догадки когда нужно догадаться о значении слова догадаться какое слово загадано и в этом году мы включили задание кейнворды где надо было расшифровать слова и тоже догадаться о чем идет речь таким образом наша олимпиада имеет свои особенности которые конечно мы должны учитывать хотелось бы также в предварительных замечаниях обратить ваше внимание что сейчас очень горячая пора с 27 ноября начались интенсивы то есть это занятие семинары в онлайн формате которые проходят на базе цпм эти семинары эти занятия готовят вас к выполнению заданий регионального этапа перед вами расписание этих интенсивов ссылка и также хотелось бы обратить внимание что у нас есть страница вконтакте материалы сборной команды по русскому языку где есть задания разборы заданий методические советы советы бывалых то есть наших призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады пожалуйста пишите это закрытая группа присоединяйтесь решайте задания составляйте задания и будьте в форме когда начнется региональный этап сейчас мы рассмотрим те задания которые вызвали наибольшие трудности в 11 классе как и на более младших классах задания 1 было связано с этим логическим гнездом с анализом этим логического гнезда и в общем то здесь была определенная неожиданность потому что достаточно трудно предположить что на современном этапе развития языка что значение корней и зябнуть прозябать зуб зуба да а также знобить озноб и зябнуть это значение не очень далеко разошлись эти слова в отличие вот от пунктов три и четыре где даны слова зуб и зуб ну вот зуб и зуб это слова одного корня зуб и общеславянское слово образованное добавлением суффикса эрок существительного значение рог да зуб любое тело имеющую форму зуба и зуб и буквально значит рогатый соответственно вот этот второй вариант корня представлен в существительных которые надо было вам разгадать как же связаны эти слова зябнуть и зуб во первых конечно один общий славянский корень который установите достаточно сложно но когда мы работаем с заданиями на этим логическое гнездо мы всегда должны пытаться определить какое-то какое-то общее значение небольшой отрезок значения небольшой смысл который остался в этом слове и который мог бы объединить эти слова в одну группу то есть слово зябнуть и зуб такой семантический переход семантическое развитие значения связан с тем что растения дают почки зубы зубки и мы конечно если мы отгадали слова зябнуть например но это слово трудно было угадать но тем не менее значение все таки даны одно значение произрастать пускать роски а второе значение можно сформулировать как вести себе бесцельное существование вот это переносное значение которое развелось и значение расти и дольные лозы прозябания вероятно на уроках литературы в девятом классе вы анализировали стихотворение пророк александра сергеевича пушкина и там очень известные вот эти строчки и дольные лозы прозябания то есть зябнуть и прозябать вот эти два глагола которые нужно было определить в первом и в втором пункте они даны значение ну и конечно очень интересное явление антисемии возможно термин вам не знаком но в задании он пояснен это внутрисловная антонимия когда в одном слове сочетаются несколько противоположных значений очень интересное можно провести исследование посмотреть как эти слова себя ведут в определенном контексте кстати такое задание такого же плана связаны с анантия семей было на региональном и заключительном этапах то есть в общем то достаточно типичный элемент задания вот такое неожиданное и очень интересное этим логическое гнездо следующее задание которое к сожалению было выполнено не должен образом тоже было связано со школьной программой как и в других классах задания связаны со школьной программой были выполнены не очень успешно кстати в отличие от тех заданий где нужно было использовать догадку или как у нас говорят в сборной команды москвы это были задачи на озарение уважаемые участники озаряетесь вы хорошо но есть совершенно очевидные проблемы с базовым усвоением курса современного русского языка именно по школьной программе и те кто планирует выйти на региональный этап кто будет решать задание регионального этапа а тем более заключительного я очень прошу обратить на это особое внимание все таки учебник русского языка учебник современного русского языка например под редакцией леканта можно использовать или даже взять но более простой учебник например литневской и наконец-то усвоить базовые темы современного русского языка и амонимии они касаются в том числе надо было амонимии частей речи я имею ввиду вам нужно было определить какими частями речи являются выделенные слова если с первым заданием было все в порядке то в общем то дальше ошибок очень и очень много основной принцип когда мы работаем с грамматическим амонимии с амонимии частей речи необходимо подставлять другие слова той же самой речи части речи для того чтобы выяснить в общем то функцию этих слов так и дрожит так и мерцает как звездочка ветвях запуталась но в общем то даже и замена она конечно достаточно ясно говорит но тем не менее будто звездочка ветвях запуталась сравнительный союз и и вы эти союзы знаете как словно точно будто соответственно этим знанием надо пользоваться второе предложение тоже употреблено слово будто но мы посмотрим на контекст раскольники живут на острове давно и много их наплодилось и диалог да сеют будто сеют в данном случае этот союз ничего не соединяет и ничего не сравнивает сеют как будто сеют только сеют еще в общем то есть определенные замены соответственно это не может быть союзом потому что слово не выполняет роль связи организации подчинительной связи соответственно это частица такая же ситуация очень часто в речи возникает со словом и если и выполняет функцию сочинительного союза и соединяет части сложного предложения ну допустим однородные члены если функция выполняется это союз если это слово ничего не соединяет то надо рассматривать другие формы употребления и другие классификации этого слова возможно это тоже частица усилительная частица выделительная частица сквозь сероватую мглу чуть видны подгорою широкие луга немного видны чуть видны соответственно здесь по смыслу и по контексту перед нами наречие я вышел в путь чуть занялась заря я вышел в путь и чуть занялась заря в общем то совершенно очевидно что перед нами союз самое сложное предложение было 5 ну что соседки что татьяна что ольга резвая твоя соответственно фрагмент фраза из Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина посмотрите пожалуйста на это вопроса конечно можно взять актуальное членение предложение и предложение и посмотреть но в общем то эта теория эта теория по актуальному члене и предложения в школе не изучается но даже основываясь на тех школьных знаниях которые у вас есть вы должны были понять что то слово что это характеристика по сути дела соседок татьяны и ольга соседки татьяна и ольга резвая твоя это то что в общем то уже известно а дальше что это характеристика что какая ольга ну что делают соседки какие соседки что татьяна что с татьяной происходит то есть смысл в том что что характеризует слово которое стоит после да прямой порядок слов нарушен поэтому что здесь является это третье задание частью составного сказуемого а так это местоимение соответственно местоимение что ее здесь этой рыбищи шестое задание сколько ее здесь этой рыбищи по контексту это тоже местоимение седьмое а знать он ей понравился что позвала его если позвала его это союз и в восьмом предложении для сына вашего степана мы взяли жену тоже из бедного семейства и теперь не нахвалимся что в доме что в деле и в доме и в деле золотые руки здесь а соответственно слово что выполняет роль союза то есть такой способ решения соотнесения с понятным синонимом в контексте он конечно значительно помогает ну и в пятом является сказуемым то есть частью составного именного следующее задание было очень увлекательное надо было фразы изменить для того чтобы понять суть и смысл этого задания об этом задании и говорится школьник распределился примеры кроме одного на две неравные группы это все очень значимая информация один пример не подходит а группы неравные и показывается что за группы ложность или истинность утверждения содержащегося в предаточном предложении может сохраняться при отрицании глагола в главном предложении и соответственно второе условие по группе 2 более того даны не только условия даны примеры он врет что хорошо учится предаточное ложное он не учится хорошо почему не учится хорошо потому что он врет вот это утверждение оно ложное если мы скажем просто что хорошо учится хорошо учится это значит что он действительно учится хорошо но он же врет соответственно он не учится хорошо И следующее предложение. Он не врет, что учится хорошо. Значит, он же не врет, он действительно учится хорошо. И если таким образом посмотреть на каждое предложение, то мы придем к правильному ответу. Я лгу, что читал русскую грамматику 80. Какое у нас утверждение? Читал грамматику 80. Но он же лжет, соответственно, он не читал. А я не лгу, что читал русскую грамматику 80. Я действительно ее читал. Вот смысловое решение этого задания. Да, конечно, надо было четко по каждому предложению ставить отрицание в главном предложении и смотреть, меняется или не меняется предаточная истинность и ложность этого утверждения. Вот такое интересное задание. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Следующее задание тоже было очень интересное. И в этом плане оно тоже на сочетаемость и на контекстность. И вот эта сочетаемость, контекстность, умение определить очень точное лексическое значение слова очень и очень важно на Олимпиаде. Даны какие-то отдельные слова. И каждое из слов имеет несколько значений. И в каждом своем значении оно может сочетаться с разными словами. Это совершенно естественно и понятно. У каждого значения слова есть свой контекст, свой ряд синонимов, антонимов, которые свойственны только тому или иному значению. И вот эти слова нужно было бы подобрать. Если вы подобрали не те слова, которые вы видите, не те слова, которые указаны в критериях, ничего страшного. Эксперты проверят ваше задание. Это задание не тестовое. И, конечно, если будут примеры, правильно составленные пары, то вы свои баллы за решение достаточно сложного задания обязательно получите. Значит, смотрите. Готовый доклад. Мы подбираем слово готовый. Готовый доклад – это сделанный доклад. То есть готовый пойти – это какой? В контексте готовый пойти – это который согласен пойти. То есть согласный пойти. Готовый к разговору – это тот, который расположен к разговору. Здесь главное – правильно подобрать контекст. И в этом основная сложность этого творческого задания. Уважаемые участники, разбор заданий закончен. Я надеюсь, что результаты будут достаточными для того, чтобы вы могли пройти на региональный этап. Пожалуйста, обращайтесь к надежным источникам своей подготовки. Смотрите сайт обязательно олимпиада.ру, Всероссийская олимпиада школьников в Москве. Там даны задания прошлых лет. Решайте их, пожалуйста, разбирайте. И приходите на занятия в школу юного филолога, в Центр педагогического мастерства. То, что сейчас начались интенсивные занятия по подготовке к региональному этапу, я уже говорила. Удачи вам и до новых встреч. Спасибо.